Всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, чем и как я подкармливаю свои лилии весной. Сейчас все мои лилии начали активно расти. Вы можете посмотреть, вот видите, там вдоль забора растут лилии. И вот так вдоль всей вот этой клумбы они у меня насажены. Тут у меня разные виды, разные сорта. Есть и азиатские гибриды, и лагибриды, и видовые гибриды, и огромные лилии от гибриды, которые называют еще лилии-деревья. Вот они перед вами. Здесь вот тоже, видите, лилии. И там, в общем, вдоль всей вот этой вот клумбы у меня насажены различные лилии. Ухаживаю я за ними всеми одинаково. Подкормки провожу три раза за сезон. Весной, в начале вегетации, когда они активно наращивают зеленую массу. Потом уже летом, период бутонизации. Ну и последний, третий раз я подкармливаю лилии уже после цветения. Это ближе к осени. Что касается первой подкормки, весенней подкормки. Сейчас лилиям, как и всем растениям, требуется азот для того, чтобы они нарастили хорошие, жирные, толстенькие стволы. Чтобы листва у них была хорошей, яркой, зеленой. И особенно вот этим вот лилиям-деревьям им больше всего требуется азота, потому что они вырастают до двух метров у меня. В принципе, можно кормить и комплексными удобрениями, но все-таки я делаю больше упор на азот, поэтому весной я подкармливаю лилии удобрением с максимально высоким содержанием азота. Для подкормки я использую карбамид. Развожу две столовые ложки. Это примерно 30 грамм на 10 литров воды. И тщательно поливаю все посадки своих лилий. Также, дорогие друзья, после того, как я проливаю лилии карбамидом, примерно через 5 дней я посыпаю все посадки своих лилий золой. В золе содержится очень много полезных микроэлементов. Там и калий, там и магний, и кальций. В общем, куча всего полезного. Лилии золу очень любят. Благодаря золе лилии растут крепкими, устойчивыми. Цветы у них максимально яркие, максимально крупные. Но, честно сказать, золу я вношу 3 раза за сезон. И весной, и летом, и осенью. И вот вообще зола считается самым таким лучшим, самым полезным удобрением для лилий. Ну и все, дорогие друзья, на этом весенняя подкормка закончена. Все очень просто и быстро. И уже вторую подкормку я буду проводить летом, в момент бутонизации. Но об этом я вам уже ближе к делу все расскажу и покажу. Ну, у меня на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подкармливайте свои лилии. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Всем пока и до встречи на моем канале.